Пока готовят доклад. Большое спасибо за возможность побывать в этой аудитории, не так выступить, как послушать и посмотреть абсолютно блестящие лайв-демонстрации, доклады, что, наверное, для жителей Синь на Дальнем Востоке очень важно. Наше сообщение посвящено следующей проблеме, диссекция в последствийном слое, проблема выбора с нашей точки зрения. Если мы начнем с доказательной медицины, это с мета-анализа, который опубликован в 2014 году, то согласно мета-анализу диссекция в последствийном слое гораздо чаще позволяет удалить образование единым блоком, правда удаление в пределах здоровых тканей по этим данным не отличалось. Местный рецидив был гораздо чаще в группе резекции слизистой, длительность удаления была больше в группе диссекции, а общее количество осложнений не отличалось. И, соответственно, автор мета-анализа делает вывод, что диссекция по сравнению с резекцией позволяет добиться больше частоты удаления образования единым блоком и меньше частоты местного рецидива без увеличения числа осложнений, связанных с мешательством. И, в общем-то, на этой фразе можно было доклады закончить и сказать, давайте всем делаем диссекцию в последствийном слое, но о резекции при образованиях более 2 см начнем забывать. Однако есть и другие данные. В том же году были опубликованы результаты мультицентрового исследования, которое выполнили австралийские доктора, насколько я помню. Они выполнили тысячу резекций слизистой по поводу образования более 20 мм, получили 16% рецидива, достаточно высокий процент. Однако успешное эндоскопическое удаление доброкачественных образований было достигнуто в 98,1% случаев. Эту цифру достаточно сложно перебить более высокой. Поскольку есть и сторонники, и противники как резекции, так и диссекции в последствийном слое, давайте попробуем рассмотреть аргументы той и другой стороны несколько критически. Итак, первый постулат, но здесь слово постулат под вопросом, это постулат сторонников диссекции в последствийном слое, которые говорят, что местный рецидив эпителиального образования толстой кишки – это сложная клиническая проблема, зачастую требующая хирургического лечения, и показывает вот такие страшные эндофотографии. В действительности, согласно данных метаанализов, частота рецидивов при удалении эпителиального образования толстой кишки фрагментами может достигнуть 22%. Достаточно большая цифра. Однако, давайте посмотрим, какой средний размер этого образования. Три исследования по этому поводу я нашел, и можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев размер рецидивного образования менее 10 мм, достаточно маленькие рецидивы. Насколько часто возможно этот рецидив успешно удалить? Вот здесь 5 работ, 280 рецидивов после эндоскопического удаления эпителиальных образований толстой кишки, причем здесь речь идет как о доброкачественных, так и о злокачественных образованиях. И обратите внимание, только в 17 случаях потребовалось оперативное лечение, а в 91% случаев рецидив эндоскопический успешно удален. Что нам необходимо делать, чтобы удалять рецидив? Неужели это требует каких-то сверхсложных вмешательств, типа диссекции в последистом слое на фоне тяжелого фиброза? Вот японская работа, опубликованная в 2015 году, 30 случаев рецидива. Да, действительно, из 30 случаев в двух случаях понадобилось выполнение диссекции в последистом слое, в одном хирургической операции по поводу рецидива инвазивного рака, а остальные случаи рецидива были удалены резекцией слизистой повторной, как единым блоком, так и фрагментами, а в семи случаях обычной биопсией. Таким образом, да, рецидив это является проблемой, когда рецидивное образование очень большое, но даже эту проблему возможно решить путем выполнения диссекции в последистом слое. Однако в большинстве случаев размер рецидивного образования гораздо более скромный, и не всегда необходимо выполнять по поводу рецидива диссекцию, а она вполне себе удаляется повторной резекцией слизистой, и при маленьких размерах рецидивного образования даже биопсии, либо, как в данном случае, аргоноплазменной коагуляции. Таким образом, постулат, который мы видим на экране, мы вынуждены сказать, что он опровергнут, так как местный рецидив доброкачественного образования не является клинической проблемой, так как в подавляющем большинстве случаев успешно устраняется при повторном эндоскопическом вмешательстве. Следующий постулат – это уже с точки зрения сторонников резекции. Перфорация при диссекции – это серьезное осложнение, требующее хирургического лечения. Если мы посмотрим на цифры, то перфорация толстой кишки при выполнении диссекции варьирует от 0 до 12%, в среднем где-то 4-5%. Если бы всех этих пациентов нам пришлось оперировать, то диссекция была бы неприемлемым способом лечения эпитолиальных образований. Однако, обратите внимание, что частота оперативного лечения по поводу всех осложнений диссекции не превышает 0,1%. То есть цифры хирургического лечения достаточно малы. Есть два вида перфорации – это непосредственная и отсроченная. Непосредственная перфорация происходит достаточно часто – 2-7%, но практически никогда не требует хирургического лечения, прекрасно клипируется эндоскопически. В общем-то, на сегодняшнем лайфе это было замечательно продемонстрировано. Отсроченная перфорация возникает редко – 0,3-0,7%. Но вот она как раз практически в 100% случаях требует хирургического лечения. Что касается сравнения риска необходимости оперативного вмешательства при диссекции и при резекции слизистой, все-таки по данным метаанализа, опубликованным японскими врачами, риск как перфорации, так и риск хирургического вмешательства по поводу осложнений при диссекции больше, чем при резекции слизистой, примерно в 2 раза. Таким образом, постулат, который мы видим на экране, его тоже нужно опровергнуть, поскольку перфорация, возникшая и диагностированная при выполнении диссекции, в подавляющем большинстве случаев не является серьезным осложнением, так как успешно устраняется путем эндоскопического клипирования. Следующий постулат – удаление фрагментами делает невозможным точную оценку радикальности удаления эпителиальное образование толстой кишки. Действительно, если морфолог не может… Мы удалили образование фрагментами, морфолог нам дает заключение АХ, то есть не может сказать, положительные или отрицательные границы резекции. Частота рецидивов составляет по данному исследованию 15% и превышает не только состояние А0, когда границы резекции чистые, но даже А1, то есть когда морфолог в удаленном единым блоке образования видит опухоль по границе резекции, по линии коагуляционного струпа. Более того, если у нас есть образование с фокусом инвазивной аденокарциномы, как речь в данном случае, если мы увидим и дадим морфологу такой препарат, он нам скажет, что глубокая подсливистая инвазия более 1 мм – это стадия Т1Б, и этот пациент пойдет на хирургическое лечение, резекцию кишки с лимфодисекцией. Однако давайте представим, что этот фрагмент мы удалили двумя кусками, и линия коагуляции прошла по линии инвазивной опухоли. И морфолог получил два вот таких вот кусочка. И что он нам скажет? Он скажет, что это тяжелая дисплазия, здесь вообще нет рака. И пациент радостно уйдет домой, и потом имеет высокий шанс вернуться к нам с метастазами в лимфатических узлах или в печени. Соответственно, постулат, что удаление фрагментами делает невозможным точную оценку радикальности и удаление эпителиального образования толстой кишки, мы должны подтвердить и сказать, что удаление фрагментами не позволяет оценить латеральные границы резекции и может сделать невозможным оценку глубины инвазии и вертикальные границы резекции в случае прохождения линии резекции по фокусу инвазивной опухоли. Еще те факторы, которые мы должны сравнить, говоря о том, что предпочесть, резекцию или диссекцию. Длительность процедуры. По данным мультицентрового японского исследования, резекция слизистой гораздо быстрее, чем диссекция. Ну, практически, сколько у нас получается, в 4-5 раз. Стоимость. Я сразу хочу сказать, что здесь стоимость посчитана так, как она бы применялась в Японии. Но мы можем ее, конечно, сократить, купив другие инструменты, на что-то поменять. Но, тем не менее, стоимость диссекции будет значительно выше, чем стоимость резекции слизистой. Таким образом, вроде бы вырисовывается достаточно простая картина. Если образование доброкачественное, мы можем удалить его фрагментами. Если оно злокачественное, мы должны удалить его единым блоком. Однако, всегда ли мы знаем, где злокачественное образование, а где доброкачественное? Подавляющее большинство образований, которые мы удаляем, где стоит выбор, резекция или диссекция, относятся к так называемым поверхностно распространяющимся опухолям. Ну, всем нам известная классификация здесь представлена. В каких из этих опухолей нам ожидать карциному? Вот в этом году было очень интересное исследование опубликовано в журнале «Эндоскопия». Которая включала 800 поверхностно распространяющихся опухолей. Из них к поверхностно распространяющихся опухолям с гранулами относилось 414. И в 20% из них был инвазивный рак. Более того, в 80% из этих 20% рак уже соответствовал стадии Т1Б. То есть он уже вообще не подлежал эндоскопическому лечению, а требовал хирургического лечения. В поверхностно распространяющихся опухолях без гранул ЛСТ на G инвазивный рак наблюдался еще чаще, в 40% случаев. И в половине из них он соответствовал стадии Т1Б. Еще очень интересный вопрос. Где мы должны ожидать фокус инвазивной опухоли в этих образованиях? В ЛСТ на G чаще всего инвазивная опухоль располагалась в области наиболее крупного узла, в 56% случаев. В области депрессии в 28% случаев и мультифокально в 16%. В ЛСТ на G чаще всего с одинаковой частотой в области депрессии и мультифокально. И в 10% в области возвышения по типу подслейстого образования. Но какой недостаток исследования, о котором я только говорил, в нем не проводилась субклассификация поверхностно распространяющихся опухолей. В другом исследовании, опубликованных также японской группой авторов, но несколько ранее, она проведена. И в поверхностно распространяющихся опухолях с гранулами одинаковой величины риск нахождения злокачественной опухоли был менее 1%. В поверхностно распространяющихся опухолях с гранулами различной величины он уже достигал 13%. С поверхностно распространяющихся опухолях без гранул плоскими приподнятыми в 6%. И, наконец, поверхностно распространяющихся опухолей с псевдодепрессией без гранул в 42%. Но мы же знаем, у нас есть кишечные ямки, мы вроде бы легко можем вопрос решить, какая опухоль злокачественная, а какая нет. Мы знаем, пятый тип кишечных ямок, это значит злокачественная опухоль. Поможет ли это нам при дифференцовке поверхностно распространяющихся опухолей доброкачественных от злокачественных? Есть ли это LSTGH, то есть поверхностно распространяющихся опухолей с гранулами одинаковой величины? Во всех случаях рак сопровождался пятым типом кишечных ямок. Соответственно, в этом типе опухоли мы можем ориентироваться на то, есть пятый тип кишечных ямок или нет, для того, чтобы поставить диагноз, есть злокачественная опухоль или нет. Есть ли это у нас LSTGH, то есть с гранулами различной величины? Во всех участках, кроме компонента 1С, то есть кроме самой большой гранулы, точно такая же картина. Рак всегда сопровождается пятым типом кишечных ямок. Но в самой большой грануле, в компоненте 1С, в 42% случаев опухоль была злокачественная, а рисунок кишечных ямок не пятый. Если мы возьмем LSTGH flat elevated, то в 5% случаях злокачественная опухоль инвазивная не сопровождалась пятым типом кишечных ямок. И здесь ориентироваться на этот признак можно с определенной осторожностью. И, наконец, в LSTGH GPD, то есть псевдодепрессии, в 43% случаях злокачественная инвазивная опухоль не сопровождалась пятым типом кишечных ямок. Ну, кроме того, что мы должны отличить доброкачественную опухоль от злокачественной, мы должны отличить злокачественную опухоль, подлежащую эндоскопическому лечению, от неподлежащую эндоскопическому лечению. Итак, то есть Т1А, а Т1Б. В поверхности распространяющих опухолях с гранулами наибольшей чувствительностью для предсказания наличия инвазии Т1Б было наличие узла, то есть компонента 1С более 10 мм. Наибольшей специфичностью и положительной предсказательной ценностью обладало наличие депрессии и инвазивный рисунок кишечных ямок. Что касается ЛСТ-НАДЖИ, то наибольшей чувствительностью обладало наличие депрессии, а специфичностью и положительной прогностической ценностью инвазивный рисунок кишечных ямок, то есть пятый тип кишечных ямок. И что вообще, какой вывод нам кажется можно сделать на основании вот этих вот не очень красивых и сложных таблиц. Если у нас есть образование ЛСТ-ГН, то есть поверхность распространяющаяся опухоль с гранулами одинаковой величины, и у нас нет пятого рисунка кишечных ямок, мы знаем, что это образование практически 100% доброкачественное. Здесь нет смысла делать диссекцию, здесь можно вполне безопасно, быстро, дешево сделать резекцию с листой фрагментами. Если у нас ЛСТ-ГН, мы знаем, что без пятого типа кишечных ямок, мы знаем, что вот здесь-то рака нет, но в области наибольшего узла, несмотря на отсутствие пятого типа кишечных ямок, 40% что здесь может быть злокачественная опухоль. И такие образования нужно удалять уже единым блоком, другого варианта нет, диссекция в последистом слое. Если же такое образование сопровождается наличием компонента 1С более 10 мм и пятым Н, то есть неструктурным типом кишечных ямок, это вероятнее всего опухоль Т1Б, а зачастую уже и Т2. И в данном случае нам кажется нужно выполнять уточняющие методы, это должно быть эндоузи, возможно лифтинг симптом, возможно muscle retraction sign. И после этого уточняющего метода и биопсии человек должен быть направлен на хирургическое лечение, а не на эндоскопическое. Есть ли у нас ЛСТ на GPD, то есть поверхность распространяется опухоли без гранул с псевдодепрессией. И любой, кроме пятой Н, тип кишечных ямок. Мы знаем, что в таких опухолях в 40% случаев есть инвазивная опухоль, а ориентироваться на отсутствие пятого типа кишечных ямок мы не можем. Такие опухоли, даже более мелкие, чем 2 см, нужно удалять единым блоком, и зачастую это можно выполнить только диссекцией в последистом слое. Если же такие опухоли сопровождаются типом кишечных ямок 5Н, то здесь речь идет, как правило, о аденокарциномии с глубиной инвазии Т1Б, и данный пациент после уточняющих методов должен быть отправлен на хирургическое лечение. Если у нас ЛСТ на GIF плоское прибоднятое, то есть здесь некоторый вопрос, поскольку мы знаем, что частота встречаемости злокачественных опухолей в этих образованиях достаточно низкий, 6%, а при отсутствии кишечных ямок пятого типа риск инвазивной карциномы еще более ниже, то есть 5% из этих 6, но он не равен нулю. Поэтому в идеале эти образования нужно убрать единым блоком, способом диссекции в последистом слое, кроме типичных зубчатых аденом, которые зачастую так выглядят, как плоское приподнятое образование. Если в таких опухолях есть возвышение по типу подслистой опухоли, вот такие вот шишки имеются в виду, в сочетании с рисунком кишечных ямок 5Н, это уже аденокарцинома с инвазией по крайней мере Т1Б, и после уточняющих методов пациент должен быть направлен на хирургическое лечение. Что еще убирает диссекция в последистом слое? Это крупного выступающего типа образования подразделительной аденокарциномы, но признаки, я думаю, я могу не перечислять. Мы все в аудитории с ними знакомы. Но если это образование имеет четкие признаки инвазивной опухоли, например, 5Н тип кишечных ямок, здесь опять же после уточняющих методов пациента нужно отдавать хирурга. Нужно помнить, что кроме диссекции в последистом слое, резекции с листой, есть промежуточные методики, позволяющие удалить образование единым блоком. Это резекция с листой с циркулянным рассечением и диссекция в последистом слое с петлевой ассистенцией. Результаты этих методов несколько хуже, чем диссекции в последистом слое в плане удаления единым блоком. Однако в некоторых случаях их можно применять, особенно на этапе освоения методики. В частности, японские авторы применять их, видимо, не стесняются вполне. Еще о чем нужно помнить, мы лечим не опухоль у человека, а человека, поскольку у него определенный возраст, есть сопутствующие заболевания. И хотя японские авторы доказали, что в толстой кишке безопасно и эффективно выполнять диссекции у лиц даже старше 80 лет, однако в более чем половине случаев при диссекции у пожилых людей, даже результаты которых по гистологическому исследованию оказались нерадикальны, никакое дополнительное вмешательство выполнить не удается из-за сопутствующей патологии. И нужно помнить, что если у нас пожилой человек с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, у них высокий анестезиологический риск, а риск смерти при развитии осложнений еще выше. Поэтому у них нужно выполнять наиболее быстрое и наиболее безопасное вмешательство. У них не разовьется рак, даже если мы удаем ее образование фрагментами, а от перфорации перитонита или от тяжелого кровотечения он, наверное, умрет. Но нужно помнить о качестве подготовки, поскольку плохая подготовка является противопоказанием выполнению, как резекции и диссекции. И понятно, что если у нас такое образование и возникнет кровотечение или, не дай бог, перфорация, это все задержимое вылится в живот, будет просто перитонит и никакое клипирование, здесь ничего нам не поможет, никакими клипсами. Ну, соответственно, стандартная подготовка – это препарат Макрогольф, в крайнем случае у нас в клинике. Что нам говорят японские сенсеи по поводу показаний к колоректальной диссекции? Вот это гайдлайн, опубликованный в 2015 году, в прошлом году, что он говорит. Если суммировать, не останавливаясь на каждом пункте, диссекция в последистом слое показана для удаления образований с подозрением на злокачественную опухоль, а также образований с фиброзом. Более того, если речь идет о рецидивном образовании, вот это пункт 4, вот он здесь тоже присутствует, обратите внимание, остаточная и рецидивная местная карцинома после эндоскопической резекции. То есть если у нас рецидив доброкачественной опухоли, например, рецидив аденомы после эндоскопической резекции, показанием к выполнению диссекции по гайдлайну японскому это не считается. Ну и вообще эпиграфом всегда начинают что-то, у меня так получается, что я эпиграфом заканчиваю, и в качестве этого эпиграфа я хочу привести слова Танаке Сенсея, который он написал в своей статье «Waning against the principle of colorectal ESD», и написал он буквально следующее. «В клинической практике до сих пор важно различать показания к резекции слизистой фрагментами и диссекции путем выполнения пристального предоперационного обследования для определения, является ли образование аденомой или карциномой, и требуется ли удаление образования единым блоком». То есть сочетать вот такого тигра диссекции в послизистом слое со скромным козликом резекции слизистой. Ну, необходимо, безусловно, проведение мультицентровых исследований, причем не на российской, точнее на нашей почве. Мы должны узнать, соответствует ли японским данным частота встречаемости и морфологическая характеристика поверхностно распространяющихся опухолей у неазиатских пациентов, эффективность и безопасность японского гайдлайна в условиях Российской Федерации, сравнительная эффективность резекции и диссекции при доброкачественных образованиях в плане рандомизированного исследования, ну и сравнение эффективности этих методов, например, при зубчатых образовании. Я думаю, тем для исследования в действительности море. Спасибо за внимание.